здравствуйте мои дорогие подписчики сегодня расскажу вам как я лежала в александровской больнице на плановой операции по удалению кисты и так к 9 часам утра я пришла на плановую госпитализацию заполнила всякие анкет очки но в палату меня оформили только в 2 часа дня как раз к обеду выдали белье на все еще сижу что свою палату пока ожидала своего заселения походила по коридорам изучила информацию на стендах на посту увидела распорядок дня нашего отделения прочитала какие-то еще объявления когда с родственниками можно встречаться и так далее и меня заселили в палату ну вот устроилась я в палату такая у нас тут пока все вышли снимаю дали мне вот такую бирочку написали мою фамилию имя александровская больница завтра операция все будет хорошо читаю роман газету ченки сайтматов буранный полустанок вечером походила по коридорам посмотрела в окошечко изучила как выглядит наше отделение и уже легла спать так как на следующий день была операция ну вот с утра я проснулась надела свою ночнушку для операции также напялила свои компрессионные чулки и стала ждать когда меня вызовут прооперировали меня все ура лежу отдыхаю привязали ко мне вот какие-то проводочки трубочки дренаж чтобы кровь спускалась мочу видимо так надо сложно пока вставать но я стараюсь натерли ноги мне эти чулки сказали не снимать три дня хамулетик после операции мне дали манную какую-то кашель у меня чая наконец-то еда ну вот сняли дренаж с меня осталось вот такое вот шовчики будут небольшие дырочки после операции надо было ходить скучно было лежать и я стала ходить по коридорам и смотреть в окно у нас там напротив шла стройка нового корпуса александровской больницы и так быстро строили рабочие буквально утром привезли дымовые трубы к вечеру они уже были установлены на крыше а с стороны я нашла вот такой вот озеро никогда не знала что рядом с больницей есть озеро ну и лежала продолжала лежать читать и восстанавливаться в субботу ко мне пришла мама навестить меня и мы посидели в холле больницы поразговаривали с ней привет больная ой много людей лежит слушай ну вчера привезли а нет когда меня оперировали перед тем как меня оперировать моя медсестра делала какие-то процедуры со мной я с ней поговорила она говорит человек 30 наверно привезли за ночь перед я даже не прилегла как же вы так работаете сутки через трое но поспать в эту ночь не удалось и всегда так у них вчера более-менее поспокойнее было анима у наш палата прямо напротив поста это постоянно что-то звание кто-то вызывает у нас кнопочки есть палате можно нажать если тебе что-то не комфортно это хорошо нажать и такая-то напротив нас все время постоянно что все нажимают кнопочки сегодня кому-то там капельницу снять кому-то перевернуться помочь а сегодня вечером в прошлую ночь слышим мы я легла где-то в 9 но уже в 11 началось поступление 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 медсестра кричит что ну по телефону у меня всего четыре места осталось зачем мне кардиологию почему так много больных а что было в кай во время к вида а это все на скорых это все очень мало представь что было во время к вида бедные медики мне просто жал все-таки они молодцы как хоть иногда и грубят иногда невнимательно но по работой у нас вообще классно ну чё сделать ну и врачи на врачи вообще же скоро и быстро привозят но как тебе наркоз то делали какой общий 1015 всем этим коридором мимо каких-то людей в одной просты ночью голую ну да да это так всегда в лифты засунули в общем привезли операционная такая вообще классная там телевизор манишь через эти лапароскопии то они нам смотрят как через компьютер и наркоз значит она мне говорит ну как ты относишься по расспрашивала посмотрела мое состояние это я уже засыпаю без наркоза так можно я уже могу идти как-то наркоз не делать без наркоза мне вот это не так не представила как раньше вопрос послали там пошел какой-то дымок чем-то таким попахло мне а я и так уже засыпала буду спать не чувствуете они даже не спрашивали не никакой боли они меня даже не спрашивали там заснул или чё-то родные разговаривали со а сколько минут ты длилась примерно операция с полоса 10-15 меня повезли где-то но допустим 11 меня начали оперировать в 1 44 закончили она и говорила там минут на 40 есть ну хорошо тогда давай все я пошла еще ты будешь уже дома давай пока мы могли увидимся молодец оптимистично а как еще не надо не надо есть деньги да а мне ничего нельзя пока а пошли я тебе реновацию покажу какую какую делают сейчас скажу вот смотри стенд сосудистый регионально сосудистый центр кт мрт видишь а вот с возможностью переоформ перри профилирование в кратчайшие сроки под ковид-19 415 ковид ну давай иди гуляй пока так как на выходные я еще оставалась в больнице выписка была в понедельник никто меня выходные не выписывал я ходила изучала картины и снимала свое питание вот чем кормят в больнице вот наконец-то можно покушать вкусняшку супчик вермишель и компот яблочный сок морковка капуста рыбка разная и кефир и чай питание после операции было конечно же диетическое я даже сбросила два килограмма пока лежала 5 дней в больнице и мне очень понравилось так питаться думаю дома продолжать есть кашки хотя конечно потом девчонкам по палате приносили всякие вкусняшки и меня угощали пирожными конфетками так что шла на выздоровление что называется воскресенье была шикарная погода я смотрела из окна на голубое небо прибывающие скорые и вот этот вот прудик мне очень понравился во дворе александровской больницы не знала что есть такой никогда не видела его раньше ну все выписка днем как пока ходила в ординаторскую за выпиской нашла вот такой вот розу роза реально живая но тут же я увидела яблоки растущие и лимоны на все на той же розе оказалось это искусственные фрукты мне очень понравилось такое оформление но все пролежала я в больнице пять дней кисту удалили теперь можно идти домой очень хорошие врачи и медсестры в этой больнице мне очень понравилось здесь и хотела бы выразить им огромную благодарность но все выпустили меня вылечилась операция прошла успешно все хорошо анализы показали что все хорошо иду домой кстати вот такая вертолетная площадка даже у них есть прикольно и мы выходим на улицу солидарности позади остается мой корпус вот кстати этот корпус который строят лечебный диагностический будет он здесь новый который виден был из окна вот того старого корпуса и если опять какая пандемия его переоборудуют уже под койко место ковида или еще там какая у нас пандемия будет ожидать александровская больница красиво сделали но еще не доделали еще он стройка идут но ничего пойду покачаюсь на качелях мама с челсиком идут меня встречать челси возвращение блудной дочери где у меня челси крошка давно не виделись давно не видеть и 10 вот вот так моя куколка так долго дома не было я тебя уже забыла кто такая ничего не знаю не знаю не хочу а чё это у тебя там сумочка где насти где насти возвращение блудной дочери ты довольна что насти пришла домой или нет или тебе все равно а чё лапки мне вытирать кто-нибудь выйдет и иди ко мне мою девочку ну прости меня ну сначала лапки вытри лапки давай вытирали лапочки вот еще вторую еще вот эту и вот это все побегай где масса Мася 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 где Мася шарик пи 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 лапочка по нам на животному пи пи Настка пришла будем играть иди сюда пи 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 п Где была Настя? Где была? Я моя крошечка Да, какая зверина Я крошечка Ты меня кусать будешь? Ты меня будешь кусать? Ты же мне доверяешь? Ты же доверяешь? Иди сюда Иди-ка Иди Моя крошечка Ты вот так вот У тебя шуковое состояние такое Ты так вот меня ждала И теперь понять не можешь что произошло Все Успокаиваемся Успокаиваемся И шарик рядышком с нами Настяка рядышком Все хорошо Начала Знаешь и Так В 辞